Я не хочу, чтобы сын считал меня подлецом, способным соблазнить его... Постой. Что ты собираешься? Куда ты? Я поговорю с Алехандро. Объясню, что Мария Эмилия его невеста. И у меня с ней ничего нет. Франциско, подожди. Нет, Моника. Я тебе не позволю уйти. Оставь меня. Видишь? Поэтому я ничего тебе не говорила. Я боялась, что ты всё испортишь из-за дурацких угрызений совести. Они не дурацкие. Ты пытаешься сделать глупость. Ты добьёшься только того, что они нас разлучат. Как это? Нам на руку то, что Алехандро презирает Марию Эмилию. Но я же... Успокойся. Идём со мной. Пожалуйста, идём со мной. Не делай ничего, пока мы всё не обсудим. Идём, нам надо поговорить. Моника, не останавливай меня. Не спеши. У тебя достаточно времени. Ты ошибаешься. Я не могу ждать. Я должен сегодня же развеять все сомнения и уберечь Алехандро от ошибки. Я не хочу чувствовать вину. Мой сын не должен считать, что у меня что-то было с его девушкой. Стой, на ком он собирался жениться. Постой. Постой. Я человек. Пойми это. Я не хочу потерять остатки уважения, которые они все испытывают ко мне. Остатки. Я же не первый раз убеждала его в своей правоте. Я делала это прежде, и сейчас сделаю. Сделаю. Моника, не останавливай меня. Если ты подумаешь, то сможешь меня понять. Я должен объясниться с сыном. Нужно вести себя сдержанней. Главное, не выдать себя. Нужно вызвать в него жалость. Я не хочу, чтобы кто-то из них думал, что я связался с невестой родного сына. И что хуже всего, это твоя сестра. Я думаю, нам лучше отложить это до следующего раза. Нет, нет, Эми. Прошу тебя, не отказывай мне. Я не в настроении. Эми, оно исправится. Мне порой тоже бывает грустно, и тогда я отправляюсь куда-нибудь. И незаметно настроение улучшается. Ну вот, я готова. Видишь, Хенероса готова. Мы едем или нет? Ладно, я только переоденусь. Да, милая. Только не торопись. Иди, наведи красоту. И тебе сразу же станет легче, ясно? Ну иди, иди. Прошу тебя, не думай о Марии Эмилии. Как ты можешь так поступать? Ты жалеешь её? Хотя она наговорила обо мне столько гадостей. Она хочет разлучить нас. Она меня выгнала, когда я сказала ей, что люблю тебя. Я думаю, не о ней. Меня волнует мой сын. Рано или поздно он узнает, что это неправда. Он всё поймёт. Но если ты скажешь ему сейчас, он вернётся к Марии Эмилии. И никто из нас не будет счастлив. Но... К тому же... Моя сестра не подходит твоему сыну. Их брак был бы ошибкой. Ты мне это говоришь? Я помню, как ты злилась, когда я предложил ей деньги, чтобы она оставила Алекандро. Тогда я очень обиделась за сестру. Но потом я поняла, что она эгоистка. Она хочет разлучить нас, потому что мы мешаем её планам. Наша любовь её не волнует. Я не знаю. Как мне больно от того, что Мария Эмилия думает только о себе. На меня ей наплевать. Я говорила ей, что люблю тебя. Как ужасно было бы для меня потерять тебя. Но она требовала, чтобы я тебя бросила. Только бросила, и всё. Моника... Ты же знаешь, что я тебя не обманываю. Она приходила сюда, чтобы меня оболгать. И заставить тебя вернуться к жене. Теперь ты понимаешь, какая у меня сестра. Я вынуждена от неё защищаться. Я пытаюсь спасти наше счастье. Но всё-таки Алекандро мой сын. Франциско, если Мария Эмилия выйдет за Алекандро, она всю жизнь будет мешать нам. Твой сын возненавидит тебя ещё больше. Он не даст нам с тобой быть счастливыми. Моника, я хочу лишь развеять эту ужасную ложь и всё ему объяснить. Сейчас не время для этого. Ты меня понимаешь? У тебя ещё будет возможность это сделать. Ты потом всё ему объяснишь. Мы же не станем вечно прятаться. Ты же на мне женишься, когда Иоланда даст тебе развод. Алекандро и так узнает, что с тобой была я. Так что не нужно ничего ему говорить. Но я... Пойми, когда страсти немного утихнут, ты поговоришь с сыном. Ты объяснишь, почему хранил молчание. И он будет тебе благодарен. Ты скажешь, что поступил так, чтобы уберечь его от фатальной ошибки. А к тому времени Алекандро забудет Мария Эмилию и будет влюблён в другую. Я не уверен. Всё будет хорошо. Только послушай меня. Дорогой, ты многим пожертвовал, чтобы мы с тобой были вместе. Сделай, как я советую. Прошу тебя. Умоляю, не соверши поступок, который перечеркнёт наше счастье. Прости, что заставил тебя ждать. Ничего. Алекс, какой ты красивый. Спасибо. А я? Тебе нравится? Как я выгляжу? Мартия, я не стану льстить. Ты очень красивый и всегда мне нравилась. А когда-то даже сводила с ума. Но теперь у меня иммунитет против женщин. Одна женщина тебя ранила, а другая вылечит эту рану. Нет, не нужно меня лечить. Я мечтаю об одном, забыть о ней, забыть навсегда. Я помогу тебе, Алекс. Посмотри на меня. Я всегда на твоей стороне. И я ничего не жду. Я просто люблю. И ты это знаешь. Но если ты боишься, что я буду настаивать на том, чтобы мы поженились, то ошибаешься. Я не питаю никаких иллюзий. Мне очень жаль, но я ничего не могу тебе обещать. Не важно. Не важно, милый. быть рядом с тобой для меня достаточно. Возможно, ты зря теряешь время. Надеюсь, ты найдешь ту, с кем будешь счастлив. Может, это буду я. Ну что ж, куда мы пойдем? Ты уже выбрал? Нет, мы решим по дороге. Поедем туда, где есть выпивка, громкая музыка и толпы людей. Прошу тебя. Значит, ты признаешься, что я настраиваю тебя на веселье. Поехали. Я ухожу, бабушка. С кем и куда? С Лало и Хенеросой. С этими? Лучше остаться дома. Вдруг придет твой жених. Не придет. Он может прийти, когда угодно. Ты должна ждать его. Ты никогда не найдешь себе лучшего жениха, чем Алехандро Агирро. Эми не может сидеть здесь все время и ждать. Ей нужно развеяться. Кто разрешил тебе вмешиваться в наш разговор? Мне совсем не нравится то, что ты заигрываешь с моей внучкой. Сеньора. Уходи, уходи. Ты не подходишь, Мария Эмилии. Ты не образован. У тебя ничего нет. И ты никогда не займешь достойное положение. Ты сделаешь так, как я тебя прошу? Да? Нет, я так не могу. Я совсем запутался. Я не в силах забыть взгляд Алекса. В его глазах была боль. Меня ужасает то, что он обо мне сейчас думает. Что я мог соблазнить его любимую девушку. Что я оказался способен его унизить. отец, который так поступает с сыном, просто животное. Грязная тварь. Вот кем он считает меня. Он меня ненавидит. Йоланта и Габи разделяют его чувства. Дорогой, не мучай себя. Позволь мне управлять ситуацией. Тебе нужно делать только одно. Хранить молчание. Самое тяжелое мы с тобой уже пережили. И это испытание тоже выдержим. Прошу тебя, не переживай.